И это, видите, естественно звучит, естественно, и получается наиболее естественным образом, да? То есть мы моделируем, мы пробуем, и уже если мы хотим шлифануть, так сказать, свой навык, если мы хотим свой навык усовершенствовать, да, там, даже игра в теннис, там, еще что-то, мы начинаем читать книгу, начинаем придалбываться к мастеру и спрашивать, а как ты держишь правильно ракетку, а как ты, значит, поворачиваешься, а в какую сторону идешь, значит, давление, да, а какая правильная ракетка, может быть, центр тяжести должен быть в головке, там, или в ручке, да, там, а еще там что-то. Ну, начинаем уже таким образом fine-tune, да, то есть мы подбираем уже тонкие моменты, уже тонкая идет настройка. Но первое, что нужно сделать, это смоделировать, смоделировать навык. Это посмотреть на мастера, у которого мы хотим учиться, и у него взять это. То есть просто посмотреть, как он это делает, понаблюдать со стороны, даже не обязательно ему говорить, чтобы он мог, может, сам даже не уметь рассказать об этом. Он может просто показать, ну, я делаю вот как-то вот так. Вот очень часто бывает, и здесь есть профессионалы по танцам, когда показывают, как вот эти па, там, упражнения, хореография, там, и так далее, как это все работает, то человек не может это объяснить детально, он не знает, как это мышцы называют, он не знает, где там центр тяжести, он говорит, вот смотри на меня, делай как я. Вот и все, именно поэтому мы здесь собираемся, чтобы вы делали как я, как вот эти вот прекрасные люди, да. На самом деле я здесь сейчас вот с точки зрения сыроедения особо ничего не покажу, наверное, да, ну, разве что, как я пью воду. Срочно, Владимир, если отлечащий показывает, то будет уже... Крайне будет работать? Да. Причем я пью воду, на самом деле после... Сколько там? После шести часов стараюсь не есть, ну, это я вам только просто такой закидон делаю. Стараюсь после шести не есть, если вы знаете, в пять часов заканчивает свою работу поджелудочная железа, поэтому после шести все, что мы съедаем, оно уже дискомфортно для нашего организма, но не так эффективно очищается, не так эффективно отдыхает. Это главное не тарану. Блин, иди. То есть здесь есть мысль приходить на завтрак, на обед, вот сейчас, если быстренько все покушать, то, в принципе, вы успеете, да. Поэтому, кстати, вы можете, ну, вот, заказать, то, что вы хотите заказать, потому что нас отсюда будет, так сказать, выгонять где-то в 8.30. Вот, поэтому, закажите рассчитать, постарайтесь рассчитать, да, чтобы вот этих прекрасных людей и это пространство мы освободили максимально быстро. Вот, поэтому пункт номер один — это пронаблюдать, пронаблюдать за кем-то, кто уже мастер, да, и поэтому мы создаем сообщество, мы между собой в квартирниках вот у прекрасного Владимира Николаевича собираемся на выходных и участвуем в так называемых вечерницях или там посиделках, если по-русски говорить. И мы готовим вместе. Мы вместе готовим, мы вместе поем, мы вместе двигаемся. Кто-то показывает, как он отжимается, кто-то показывает, как танцует, кто-то показывает, как он приседает, там, и так далее, да. Кто-то показывает, там, исцеляющий импульс, еще что-то там, да, кто-то показывает игру на барабанах, да, и мы моделируем. И потом, кто сильно, очень активно заинтересовался этим, да, вот какой-то сферой деятельности, тот начинает читать книги. И поверьте, в нашем сообществе хватает профессионалов, которые могут и книги посоветовать, да, и показать на себе, и могут, может быть, не всегда рассказать, как это делается, но сказать, ну, просто смотри на меня, делай, как я. А дальше вы уже наверняка найдете и книги, и найдете информацию, там, и в Ютубе ролики и так далее, да, то есть это уже дальше пойдет явная моделировка. Это, что касается моделирования, то, как мы учимся. И, на самом деле, это тоже ответ на вопрос, как правильно, как правильно перенимать правила, как правильно их использовать. Так, еще вот очень важный момент, что я хотел сказать, и это тоже полезно, опять же, в тренингах, и полезно во время тренировок, во время взаимодействия мастер-ученик, когда ученик берет на себя ответственность. У него позиция не то, что там, научи меня, научи, кружите меня, кружите, да, это неправильная позиция. Ученик, его задача, это, ну, вот у меня, видите, такая металлическая скоба, такие металлические зубы, то есть вот этими металлическими зубами нужно вгрызаться в знания. Нужно хватать мастера за одно место, там, за какое хотите, да, за то, которое лучше всего вам нравится, да, держать его и максимально перенимать эти знания, да. Задача вгрызться, задать ему кучу миллионов там вопросов до тех пор, пока он еще живой, до тех пор, пока он еще готов вам что-то отдавать, да, задать его в эти вопросы, выяснить, как это делать, выяснить, что делать, да, и максимально принять эти знания, эти знания себе. И один из вот этих вот моментов, аспектов, что я хочу сказать, кто знает, что такое обратная связь вообще? Я знаю. Петюша, скажи, что такое обратная связь? Обратная связь, это обратная связь. А кто еще знает, кроме Витя? Витя, ну, он как всегда гениальный. Кто еще знает, Дим? Ну, это некий отзыв, который человек... Это реакция на действие. Реакция на действие, отзыв, да, да. И что я хочу сказать, что для того, чтобы научиться, нам очень нужна обратная связь. И я уже не помню, кто, один из моих учителей, однозначно из наставников, говорил, что обратная связь, это завтрак чемпионок. По поводу завтрака, да? Это завтрак чемпионок. То есть я, кстати, не завтракаю, ну, вот в таком стандартном понимании. То есть я первый прием пищи где-то в 12, ну, бывает, если очень рано просыпаюсь, то в 11. Поэтому для меня первое, с чего я начинаю, это обратная связь. Утро, любое утро очень полезно для саморазвития, для какой-то литературы, для тренинга. Вот я с утра у меня на 7 или на 7.30 тренировка по теннису, и я постоянно беру обратную связь. И каждому из вас рекомендуют, что завтрак любого развивающегося человека – это обратная связь. Обратная связь, завтрак чемпиона. Можете себе записать, зафиксировать где-то, да? Просите обратную связь. То есть мастеру подходите и спросите его, а как я только что сделал? Вот что было правильно, что было неправильно, и что можно улучшить, да? Вообще очень продвигающий вопрос – это что можно улучшить. Вот вы подходите к мастеру по йоге и спрашиваете, что можно улучшить. Мастер начинает думать в правильном контексте. Это позитивный контекст, позитивная психология. Вы спрашиваете, как можно стать лучше. И опять же, очень полезно себя сравнивать с собой вчера. Не сравнивать себя с кем-то другим, да? Потому что это не имеет значения. Ну, попробуйте меня сравнить с Димой. Ну, мы отчасти похожи, да? Ну, борода, да. То есть можно находить сходство. Но на самом деле мы очень сильно друг от друга отличаемся. Поэтому сравнивайте себя с самим собой и просите обратную связь, чтобы ваш мастер, ваш наставник рассказал вам. Вот вы можете сделать лучше. Вы можете сделать лучше, сделай вот так, сделай вот так, сделай вот так. А вот это вообще не делай, потому что это не годится, это неправильно, да? Вот мы когда там делаем, готовим что-то, у Владимира Николаевича, опять же, да? Какие-то блюда. И там кто-то говорит, вот давай майонез сделаем так, давай приправы подбросим столько, а соль давайте вообще не будем класть, просто потому что кто-то из нас не ест соль. У кого-то, допустим, какое-то там, ну, какие-то мысли по поводу соли, или просто он в своей жизни столько много соли, и вот сейчас эта соль из него просто выходит, и у него перебор. И у него там на следующее утро бывает отечность какая-то, да, на соль. Ну, я, например, соль чуть-чуть ем, и у меня там не бывает никаких отечность. Хотя я из-за того, что много пью воды, и это водно-солевой баланс. Я, в принципе, мне кажется, балансирую в этом смысле. Поэтому если вы едите соль, то старайтесь пить достаточное количество воды, чтобы моча была всегда прозрачной. То есть, ну, это медицинский термин, я думаю, вы как-то нормально вас понимаете, несмотря на то, что вы ее видите. Андрей, это даже на тост похоже. Это прозрачный мочок. Да, прозрачный мочок, кстати, да. Это, кстати, очень здоровый, здоровый тост. Почему? Потому что это вот как раз тот измеримый показатель, который полезно отслеживать. Есть даже книга какого-то иранского ученого, который чуть ли не все болезни там лечил водой. Вот просто он увеличил то количество воды, которое потребляли его пациенты, и вылечил, ну, там какие-то очень хронические, очень долгие заболевания. Батмонфилипш, по-моему, называется. Вы не больны, у вас жажда. Как-то книга его называет. Ну, в принципе, она полезна для понимания роли воды. Вообще, я считаю, что вода имеет гораздо большую роль, чем даже пища. То есть то количество воды, которую мы выпиваем, то качество воды, которую мы выпиваем, это очень важно, то, как мы ее структурируем, как мы с ней разговариваем, если перед непосредственным употреблением, какой там ОВП, да, окислительно-воссловительный потенциал, потом солевой баланс какой там, ну и так далее, тяжесть воды, легкость там и так далее. Очень много разных параметров. Полезно, может быть, заморочиться первое время по этому поводу для того, чтобы понимать, что вода на самом деле это очень важная составляющая вообще нашего рациона, по сути. То есть мы состоим, ну, разные есть цифры, от 65 до 80% из воды мы состоим, да, то, ну, понятное дело, что вода очень важна. Так вот, обратная связь, это, там было заявлено в теме, это на самом деле не оборотень, а очень полезная вещь, и ответственность каждого ученика просить обратную связь. Это я таким образом просто подытожу. Следующее, что, почему вот правила, вот все эти вещи, которые я рассказываю, они очень часто не работают с родными, близкими, родственниками, с людьми, которые знают вас очень хорошо, и вы начинаете меняться. Что-то происходит в вашей жизни, эта жизнь начинает как-то на вас влиять, вы не начинаете менять свой кодекс, начинаете менять свои правила, и вы начинаете эти правила, вот они у вас еще свежие, еще такие зеленые, они не устоявшиеся, вы начинаете эти правила сразу вбрасывать своим родственникам, своим друзьям, своей жене и так далее. И эти правила, они сначала не ложатся, Почему они не налажаются? У кого какие мысли? Почему эти правила или вот эти новые знания, которые вы только что... Потому что они новые. А что в этой новизне? Почему она не работает? Не старая часть. Не проникся. Противоречит старая часть, да? Которые уже привыкли, да? Насилие, они навязываются. Насилие. А нет. Есть привычки, есть автоматизм. Потому что ты младший, потому что считаешь, что ты такой умный. Потому что ты сам еще не уверен. Ребята, ну вот, кто же пробовал родителей переводить на сыроедение? Я. Я думаю, что здесь все... У кого получилось? Рассказывать пробовал. Единственный. Ну вот еще, ребята. Сыроеден? Да, сыроеден. Ну, опять же, вопрос процентов. Мы вот... Я очень благодарен Витюше за вот этот постулат и тезис, который Витя в свое время правильно сказал, что нет стопроцентных сыроеденов. Не нужно стыдиться изначально к стопроцентам сыроедения. То есть давайте говорить о неком проценте сыроедения. То есть, ну, мы там... Гуру, да? Я сейчас начну левитировать. Я там на 99% сыроеден. Хотя, ну, опять же, это все субъективные какие-то показатели. Да, сегодня я не ел кешью, но сегодня я 100% сыроеден. Сегодня я пью воду, сегодня я вообще прано еду. Ну, можно говорить, да? Или там... Вообще голодающий человек, да? То есть вопрос процентов. И не нужно находиться в каких-то иллюзиях, да, по этому поводу. Если у вас больше 80% сыроедения в целом, и оно вам идет на пользу, вы это чувствуете, да? То все нормально, все в порядке. И вот эти 20%, которые остаются, там, какие-то вареные, может быть, пищи. Или даже если вы иногда съедаете шоколад, если вам хорошо, то ваши психологические проблемы, на самом деле, стоят намного дороже. Если с вашей психикой вы пока еще не способны таким образом соединиться и проработать, да, то, возможно, это решение пускай оно будет. Пускай будет до тех пор, пока ваши знания психологии не перевесят вот эту психологическую проблему или вопрос, да? Это как один вариант. То, что можно делать сегодня. Поэтому еще есть такая пословица, вы, наверное, знаете. Лучший враг хорошего, да? То есть не нужно стремиться рвать задницу, там, и стараться изо всех сил для того, чтобы добрать вот этот 1%. Это вот как раз в данном случае сыроедение, питание – это тот случай, когда, ну, на самом деле, лучший враг хорошего. Да, бывают случаи, опять же, вопрос контекстуальности, когда пропасть, мы не можем перепрыгнуть на 99%, да? Бывают случаи, когда либо на 100%, либо ты пропал, да? Упал в пропасть, пропало, слово пропасть, да? Ступеньки надо строить, чтобы не прорывать. Да, можно действительно строить ступеньки, можно мосты настраивать, да, воспользоваться помощью мастеров, друзей, там, и так далее, кто навстречу идет. Вот, поэтому, ну, то есть очень контекстуально воспринимайте вот эти все правила, там, совершенству нет предела, это понятно. То есть мы можем развиваться, и развиваться полезно каждый день, быть лучше, чем вчера, но при этом не морщить попу, да? Есть такой подход, так называемый попоморщеры. Это есть достигаторы, которые с легкостью, они вот как, есть парусные корабли, да, и даже если ветер в лицо, парусник способен галцами, вы знаете, да, способен, в принципе, продвигаться вперед. И вот даже если что-то идет против вас, вы все равно способны использовать эту энергию для того, чтобы двигаться все равно туда, куда вам необходимо двигаться. А есть люди попоморщеры, это вот все ветры вот не туда, и они, значит, морщивают попу, напрягаются и пытаются двигать, несмотря ни на что, на иголки, там, на... Жестко начинают действовать собой, ну, и эти люди обычно попадают в неприятные ситуации, там, и так далее, и, ну, у нас здесь есть люди, прокаченные по зелану, так сказать, и знающие все транссерфинг, да, то есть есть внешнее намерение, есть внутреннее намерение, так вот внутреннее намерение очень часто приводит к каким-то казусам и кризисам, да, а если вы ловите внешнее намерение, да, так вот ветер, ветер внешнего намерения, да, если вы чувствуете, что по природе, что силы, которые окружают вас, они вам помогают, то это очень здорово, очень здорово, действительно, прыгнуть в этот поезд, прыгнуть в этот корабль, который, с которым, с которым вам по пути, и продвинуться, значит, за счет чужой, более мощной энергии. Так, хорошо, это что касается друзей, там, да, мы затронули этот аспект. Еще хочу поговорить о таком эффекте, как, на самом деле, не эффекте, а ощущение или эмоции, доверие, да, кто знает, как возникает доверие вообще? Через обнимашки. Как вариант. Через деньги бывает. Доверие, да, бывает. Через пережитые, вместе там, какие-то эмоции. А что такое пережитые эмоции, ну, другими словами, если что это? Через парашюту, дорогу, и хранить, ну, через опыт, через проверки. Опыт, да? Да. Что еще, как еще бывает, появляется доверие? Доверие бывает, наоборот, практически от плохого опыта, и ты изначально доверяешь, потому что... Изначально доверие бывает, да? Да. Есть такое дело, да? Ну, я хочу вот рассказать отдельную концепцию, что касается доверия, откуда оно берется, и, ну, то, как мне это видится, и, понятно, я там, не из бухты в барахты это все придумал, я думал об этом, и изучал тоже разные подходы в этом смысле. Первая стадия, для того, чтобы потом уже в конце этих стадий будет сейчас раз, два, три, четыре, пять стадий, в конце у нас доверие. Первая стадия — это установка, внутренняя установка, что мы единое целое. Вот если у вас есть внутренняя установка, мы единое целое. Вот попробуйте это ощутить, мы единое целое. Представьте, что мы вот некий организм, вот, и мы ощущаем функция каждого из нас строго определена. Мы между собой, мы не просто какие-то молекулы, да, а мы строго взаимосвязанные органы, органеллы, там, и так далее. Кто-то выполняет функцию рта, кто-то ушей, там, ну, и так далее, там, смешные есть функции, которые нам кажутся смешными, на самом деле очень важные, там, и так далее. То есть мы все взаимосвязаны, мы все каким-то образом в целом, если нас собрать, мы выполняем какую-то огромную миссию, огромную функцию, возможно, которую мы не отслеживаем. Это вот некая установка, которую полезно ощутить вот для первого этапа. Второй этап — это исходя из вот этой установки у нас появляется уважение. Уважение — это основа важность. То есть если я знаю, что Ирочка — это какая-то клеточка, красивая, очень, она какую-то функцию выполняет, там, и так далее, то я начинаю ее уважать, потому что она важна. Вот Ирочка важна, важен Димочка, Владимир Николаевич важен, вот Коля важен. Ну, то есть все, в принципе, чем-то важны, да. Есть, был такой мультик, да, там, или, я не помню, откуда, да, все профессии нужны, все профессии важны, это Коля мультик, то ли ты, я уже не помню, в Советском. Вот, то есть на самом деле мы, мы все здесь, да, мы разъединены по телам нашим, да, но мы для чего-то существуем, да, и на самом деле есть мнение, опять же сейчас, это научная теория, которая доказывает о том, что Земля — это живой организм, и люди — это точно такие же взаимосвязанные клетки между собой. Вопрос в том, что очень часто мы не осознаем эту функцию, общую, да, общую миссию, и поэтому мы разъединены, поэтому у нас тут войны, и, возможно, вы знаете случаи, когда у человека начинают расти какие-то органы активно, да, или какие-то клетки начинают делиться. Эти клетки мы называем раковыми клетками, да, называем их онкологическим заболеванием, то есть это начинается паразитирование холла, да, поэтому вот из-за того, что мы чувствуем, что Дима для чего-то важен, я уважаю его за то, что он важен, да, я могу задать ему конкретные вопросы, чтобы прояснить его функции там и так далее, но исходя из той позиции, что мы в клеточке единого организма, он мне уже важен, он мне уже важен, у меня к нему проявляется уважение, это вторая статья. — Слушай, а можно вопрос? — Да. — А на основании чего-то, то есть, от этого канадского? — Есть теории, есть теории, люди изучают научные исследования, которые говорят о том, что из-за того, что мы неправильно взаимодействуем, мы начинаем воевать, мы друг друга уничтожаем, и выживают именно те сообщества, которые кооперируются между собой. То есть это чуть ли не математически доказывается, что если люди не воспринимают себя как единое целое, они себя постепенно, медленно в процессе уничтожают. А если они выживают, если они кооперируются, если они чувствуют себя единым целым, это некая система. Что такое система? Это связанные элементы, которые выполняют функцию. И эта функция, она так называемая эмриджентная. То есть это та функция, которая не свойственна... Вот мы система, вот здесь мы все люди, мы система. У меня нет функции какой-то там построить дом. Но все вместе, если мы, допустим, строители, да, а мы, по сути, строители, мы парцы, мы все вместе здесь способны собраться и построить дом. Мы можем это сделать. Один я, ну, мне будет очень трудно, и вряд ли я способен это сделать, потому что у меня не хватает там знаний по архитектуре, там еще что-то, там, может быть, сил не хватит, там еще что-то. И так далее. То есть мы, вот, взаимосвязанная система. Вот эта теория, она доказывается. Не, я понял, я не могу спросить. Теория как-то называется или это просто микс из твоих каких-то жизненных опытов или форматных, например? Ну, ее можно назвать. В разных источниках по-разному. Да, ее можно назвать в разных источниках, правильно говорить, ну, меньше, да. А ссылки не слышали? Не скажу тебе. Я, ну, не заморачиваюсь особо там ссылками, потому что я такой клиент в литературе читаю, у меня одновременно там 30 книг, примерно, я читаю. И примерно состыковать, где какое слово, мало того, из-за того, что я интегрирую это все, да, ну, мне трудно сказать, какое слово и оттуда, какое оттуда. Поэтому вот то, что я сейчас даю, это некая интеграция и синтез, вот то, что я говорю. Возможно, оно уже у кого-то есть, а возможно, нет, но придется тогда мне написать мне. Я думаю, что когда-то я к этому привык. Так вот, после уважения, вот я уважаю, да, и у меня возникает интерес, а какую функцию ты выполняешь? Я начинаю задавать вопрос, Ирочка, ты какую функцию выполняешь? Владимир Николаевич, какая твоя функция? Я начинаю задавать вопрос, и это полезный вопрос, мы начинаем интересоваться друг друга. Мы начинаем задавать вопросы, какую функцию каждый из нас выполняет, для того, чтобы понять, как мы можем кооперироваться, как мы можем друг другу помочь в этой общей глобальной какой-то миссии, функции, да, Интерес. Вот это станет интересным. После интереса, когда человек отвечает, он отвечает, я эти знания принимаю, мы с ним обсуждаем эти вещи, и приходит некое понимание. Понимание через знание, можно это через слэш, знание, понимание. Я, например, знаю, в Ирочке функция это дарить людям здоровье через консультации, как-то продвигать. Это очень здорово от слова здоровье, ну и здорово, в смысле классно. Это хорошая, интересная функция, и мы все вместе здесь, опять же, благодаря вот этим встречам, может, Ирочке передаем какие-то знания, которые она потом транслирует уже дальше людям, которые живут вообще в других странах, а Ирочка общается с другой страной вообще. Приходит вот это понимание. И следующий этап, и вот только следующий этап, это доверие. То есть я, узнав все об Ирочке, я начинаю доверять. И доверие, на самом деле, оно двух аспектов. На самом деле там много аспектов, но я хочу выделить еще два аспекта. Первый важный аспект — это компетентность. И второй аспект — это честность. То есть доверие состоит как бы из двух частей. Вот если там инь-ян, да, это там есть компетентность и есть честность. Вот вспомните моменты, когда бывало так, что вы кому-то можете что-то доверить, потому что это честный человек, вот он честный, я могу доверить. Вот, Дима, я знаю, что ты честный человек, но миллион долларов я тебе не доверю. Знаешь почему? Потому что ты некомпетентен в миллионе долларов, да? Ты не сможешь его инвестировать, там, приумножить и так далее, да? Я не видел твоих бизнес-предприятий и так далее. С точки зрения бизнеса, ты некомпетентен именно в миллионе. Возможно, ты компетентен на 100 тысяч долларов. Я говорю, не вопрос, ты честный и ты компетентен на уровне 100 тысяч долларов. Можем работать. Очень важно, чтобы вы разделяли вот эту компетентность. И есть люди, которые приходят к вам, да, и с какой-то просьбой, и у вас встает вопрос доверия. Вы можете объяснить человеку, что доверие складывается из двух составляющих. Компетентность и честность. Ты можешь сказать, смотри, ты очень искренний человек, я тебе доверяю. Но твоя компетенция вызывает у меня сомнения. Вот я не могу на практике подтвердить твою компетенцию. И мало того, все равно существует риск, даже если компетентен человек. Можно сказать, что я могу тебе инвестировать там или еще, или что-то там еще сделать, да, на какую сумму, или только это могу, а это не могу, да. Есть люди, которые, ну вот, я не знаю, Александр, да, честный человек. Можно ему денег дать взаймы, да, но детей, дать ему, вот, маленьких, грудных, ну, наверное, я бы не стал, потому что некомпетенте груди нет, да. Груди, которые накормить. Понятно, что я утрирую специально, да, чтобы вы понимали, что есть вот это вот понятие компетентности, оно в том числе и связано с функциями, какими-то природными функциями, да. То есть, если одно дело женщине доверить, у которой там десяток детей, доверить ей еще там пятерых, она и не заметит, у нее там все это, значит, каша эта заварится, эти дети для нее плюс-минус пять абсолютно не анализировано. Да, у нее все там нормально, для нее это уже статистика. То есть, плюс-минус там пять, нормально. А другое дело, это девочки, которая вообще в детях не понимает, она сама еще ребенок, и она не знает, как с ними обращаться, она не знает, там, какие кнопки нажимать, грубо говоря. Да, что с ними делать, они бегают там вокруг, ну вот, вот Настенька тут была, она прибежала, меня пчелкой называют, я, ну не знаю, детей нет. Я не знаю, что с ними делать, я ее на руки поднимаю, как бы она начинает пищать, я некомпетентен детям. Вот видите, я бы доверил детей. Видите, уже двое взрослых, активных девочек, и я точно знаю, кому можно доверять и у кого можно спрашивать совет. То есть, вот это доверие. Что касается доверия, я думаю, понятно, да? То есть, два аспекта доверия, и это ничего страшного, если вы какому-то человеку скажете, смотри, я тебе доверяя в этом аспекте, а в этом аспекте не могу на тебя положиться, потому что объяснить аргументированное. Что еще важно было сегодня сказать, это... Ну, и я хочу повернувшить, просто суть в том, что... Я начал, почему, с родственников, близких, да? То есть, очень часто наши близкие, из-за того, что у них есть, вот правильно ребята сказали, есть определенный опыт, связанный с нашим прошлым, да? И если мы резко начинаем менять свои правила, начинаем менять свой кодекс, так называемый, да, они смотрят, ну, а ты кто вообще, насколько у тебя, ты компетентен? Потерял доверие. Да, да, ты теряешь доверие, ты становишься некомпетентен. Да, они тебе верят, но в плане честности, да, они знают, что ты искренний человек. Ну, они говорят, ну, смотри, ты вчера меня съед, ты вчера там бомж какой-нибудь, знаешь? Да. А сейчас ты нам расскажешь какие-то сказки. У меня то же самое было с моими родителями. Они говорят, послушай, эй, эй, стой, стой, стой. Эй, ты дед, ну, откуда ты набрался? Ты вот позавчера рассказывал, что и применял нам тут ящиками пива. Я работаю в пивной компании. Я был уверен, что пиво – это витамин B12. Ну, не буду сейчас эгрегор этот раскачивать, да? Я был уверен, реально. А на самом деле оказалось, что это яд, что это там, очень, это токсин там и так далее, алкоголь. Все это очень неправильно. Я очень сильно извинялся перед своим родителями, что я реально затаривал их пивом. Пейте, пиво пенное, это жидкий хлеб. Ну, в общем, рассказывал. Лапшу, которую мне повесили, я ее просто ретранслировал. И тут я начинаю говорить, нет, пиво не годится. Становимся резко трезвыми, становимся серьезными, там, веганами. И я говорю, ну, Карл, тут ты, ну, запах. Как пиво привыкли, да? Да. Вот только вот, как бы, смирились с этим, да? Ну, естественно. Как вы это перее... Ну, в общем, как вы их тренировали? Это работа. Это, естественно, вот завоевание доверия некое, да? То есть, может быть, оно неправильно звучит, как завоевание, да? Но некая постепенность здесь тоже присутствует, да? То есть... Формирование. Формирование, да. То есть, когда, спустя определенное время, я, смотрите, я вам доказал, что вот это работает, да? Что вот была одна кондиция моего состояния, вот такие показатели крови, там, и так далее. То есть, метрологически это было состояние. У меня отец, там, он химик, одесский политех, закончил, там, и так далее. Ему важно было это все вот пощупать и почувствовать, измерить, да? Он говорит, ну, а покажи мне анализы крови. А расскажи, как это все работает. Почему белки, там, ты говоришь, не усваиваются? А я думал, что иначе. И я ему Марва Аганян. Марва Аганян, он смотрит, она профессионал, да? Она у него вызывает доверие, потому что она языком формул. Она там просто расписывает формулами. Это компетентность. Я в химии, ну, слабо компетентен, очень слабо. И он говорит, ну, смотри, я в химии, ты для меня не авторитет. У меня нет к тебе доверия. Я тебе доверяю в плане честности, в аспекте честности. Но в плане компетентности ты не химик. Как ты можешь сказать, что у тебя там усваивается, что у тебя не усваивается? Ты же не товарищ этот, Углов, да? Хотя про Углова я тогда не знал. Я потом, когда своему отцу показал Углова, он изучил, ему очень понравилось. Он, да, научный труд, все как бы аутолиз, все эти переваривания, и так далее. И так далее. То есть возникло доверие вот на уровне авторитета, на уровне того, что человек доверяет определенным компетентам. И вот от чего я хочу вас предостеречь на самом деле еще в этом контексте, чтобы вы не доверяли по своей наивности. То есть есть люди, которые благодаря своим атрибутам, врачи, да, вот врачи одевают белый халат, и все, он уже становится для вас каким-то образом авторитетным. Но это не значит, что он компетентный. Компетентность — это тонкая грань, очень большая. То есть бывает атрибутика, а бывает реальная компетенция, которая подтверждается на практике, подтверждается там референсами, подтверждается рекомендациями определенными. То есть тут уже вопрос, как мы фиксируем истину, откуда мы знаем, что это истина. Мы должны на практике убедиться, либо он нас полечил, нам стало легче, либо он полечил там легче, и это устойчиво, это состояние, они к нему снова не возвращаются, не приходят. Значит, вроде компетентен, и то практика критерий истинный, то есть на собственной практике мы сможем убедиться. Поэтому еще есть такой вот момент, как доверие без понимания. Когда мы начинаем доверять, кто-то из вас сказал, что мы просто априори доверяем. Мы просто доверяем, даем как кредит, это называется кредит доверия, да? Это либо наивность, а наивность от чего? Ну, из-за того, что это невежество некое, да? То есть нам не хватает знаний о мире, да? И мы по своей наивности мы начинаем доверять. Мы просто вот, ну, на миллион, на, на, вот так, ты такой хороший, я такой хороший. Вот на миллион. Это некомпетентность, своя собственная некомпетентность в плане понимания мироздания, да? То есть мы некомпетентны сами в определении этих людей, да? То есть мы не знаем, кто они, мы не знаем, насколько они некомпетентны, мы не способны это открытировать. Соответственно, это наивность называется. И есть халатность. Халатность, я думаю, там вам тоже это понятно. Это когда, ну, либо для нас что-то незначимо, либо мы не сильно заморачиваемся, нам лень думать об этом, это какая-то ленность ума, и мы просто доверяем. А ладно? Черт с ним, там, и так далее. Это халатность. И наивность, и халатность, они стоят очень близко рядом и приводят к негативным результатам, вы знаете, часто это приводят к летальным результатам, да? Халатность на производстве, в каких-то там доменных печах приводит к массовым смертям. Халатность на Чернобыльской АЭС привела, вы сами знаете, к чему. Либо наивность, да? Наивность тоже приводит к таким же жутким последствиям. Еще говорят, есть такая пословица, простота хуже воровства. Кто знает, что это значит? Простота хуже воровства. Я не знаю. Знаете, да? Думали. Ну, смотрите, объясню, да? Простота, ну, опять же, тут очень тонкое значение. Простота в смысле неглубокое восприятие ситуации, да? То есть это та же некомпетентность, то есть можно символировать. Поверхностное восприятие, да? Ну, некая неглубокая компетенция или вообще ее отсутствие. То есть простота. Простота хуже воровства. Это вот то, что касается вот той же там Чернобыльской станции или каких-то, ну, очень комплексных объектов, когда люди некомпетентны, это очень может привести к каким-то жутким последствиям. И я вам могу сказать, что здесь те люди, которые начинают сыроедить, я возвращаюсь к сыроедению, да? Те люди, которые начинают сыроедить, вот, чтобы у вас не было такого, да? Чтобы вы не ворвали у себя здоровье. Потому что простота хуже воровства. Вы можете украсть у себя здоровье. Если просто вот так, типа, а, ну, это же все просто. Я приду в небо, тут поем, орехи с медом смешаю, с изюмом. Ну, вроде все сырое. И сырые, там, есть паранки можно кушать, и сырые волчьи ягоды, там, сырое мясо. Да, это некая простота, которая недалекость, невежество. Да, то есть недостаток знаний. Опять же, если говорить о летальных случаях, в Крыму были в походе, я не помню, пару лет назад. Человек вот был таким крутым сыроедом, ну, он уже в возрасте, мужик такой мопытный, ну, лет, не знаю, 50-60 такой возраст. Ну, молодой еще, активный. Причем он реально почувствовал на себе вот такую, знаете, непоколебимость и такую силу внутреннюю, потому что у него, на самом деле, он излечил практически все свои хронические болезни, до этого там сильно был в каких-то плохих состояниях, а тут он весь крутой сыроед. Он уже готов есть любую траву, любые ягоды. Ну, и вот он наелся ягод. Наелся ягод, его откачали, промыли ему желудок, в общем, скоро, это, ну, его сбор спускают, ну, там, ребята спускались в орг, ну, и так далее. Ну, вот так вот с ним общались, спустили, взор промыли, поскоро его завезли, в больницу промыли, значит, он где-то двое суток, ну, как-то вроде нормально, но потом ушел, ушел из тела, так сказать, да, то есть не выдержало тело, вот эти вот ягод, либо... Причем непонятно, ягод или промывка. Или промывка, да. Ну, либо одно, либо другое, либо еще что-то третье, на самом деле, но факт в том, что, ну, вы видите, причина-следственная связь. То есть, если бы он съел апельсины, ну, наверное, было бы как-то иначе, другое состояние, да? Или там съел, там, какую-то съедобную, съедобную какие-то ягоды, то не было такого состояния. То есть человек был некомпетентен, поэтому простота хуже воровства. Вот эта простота, может быть, даже халатность, ну, это все об одном. Поэтому не будьте в иллюзиях, старайтесь изучать, да, старайтесь моделировать, изучайте, задавайте вопрос мастерам, находите себе наставников, причем, ну, желательно, чтобы у вас было несколько наставников, чтобы, ну, была некая объективность информации, да, потому что я могу там что-то рассказывать, да, а что-то будет не работать, да, и там сегодня оно работает, а завтра перестало для вас работать. И я не знаю всех, всех ответов, да, то есть моя задача не просто рассказать вам какие-то готовые рецепты, а задача заставить, может быть, не заставить, но вдохновить вас думать, относиться к моим словам, в том числе критично, к виденым словам критично, к словам Владимира Николаевича тоже, ко всем вот нашим здесь вбросам информации и знаниям относиться очень критично, проверять на себе, сверяться с книгами, сверяться с другими источниками, там, и так далее, то есть анализировать, думать, включать, включать голову, сопоставлять, соотносить с реальностью, практиковать и, ну, использовать разные технологии для определения именно истинности и знания. Так, хорошо. Как мы учимся, обратная связь, близкие, ну, и, я думаю, долгожданно, если вы посмотрели мультик, я домашнее задание писал, кто такой Штуша-Кутуша, кто не знает? Страшный зверь, да? Ну, кто не знает, кто такой Штуша-Кутуша? А, есть такие, здорово. Вам домашнее задание посмотреть мультфильм, по-моему, по-моему, 60-х или 70-х годов, я уж не помню, называется, как называется правильно? Пантик или первобытная сказка? Первобытная сказка, Пантик, и Штуша-Кутуша, в общем, найдете по этим ключевым словам, если не знаете, как писать Штуша-Кутуша, в группе ВКонтакте это написано. Там даже выложил фильм. Да, я выложил фильм, посмотрите. В общем, я начну рассказывать, а вы посмотрите, ну, сюжетная линия, не буду, как бы, касаться ее. Кто не посмотрел, тот посмотрит, он вспомнит мои слова и, может быть, посмотрит записи. На самом деле, есть, ну, как минимум два слоя этого мультфильма. Очень глубокий мультфильм, очень продуманный. Первый слой, это модель социума. И Штуша-Кутуша, это вот некие, некие черти, некие черти, да, некие, как бы, опасные люди, которые находятся в, там, животном или в демоническом типе, строят психики, то есть они каким-то образом пугают всех, пугают всех людей, да, и сносят какую-то деструктивную часть, да, во все общество. И вот это все общество, оно боится, боится вот этих деструкторов, а, как вы знаете, любой страх, это не знание. Любой страх, это никакое невежество, это отсутствие знания по отношению к вот этой области страха. А фантик, это прекрасный, маленький еще, но прекрасный слоненок, который, не зная, либо по наивности, либо, еще каким-то образом, не зная, кто такой, штуша-кутуша, не зная, не зная, кто это, и, соответственно, не боясь этого, да, он выполняет определенную функцию, он находится в человечном строе в седнике, он помогает колючке, колючке там жажда, ее не поливает, она засыхает, вот, и вот это, то же самое происходит в обществе, да, то есть, вот, есть такие люди, человечные, которые, альтруисты, которые помогают другим, и они, у них нет страха, они не боятся вот этих вот каких-то системных страхов, которые, вот этих чертей, которые там у нас присутствуют, да, они просто делают свое дело, ну, вы знаете таких людей, это Махатма Ганди, мать Тереза, которая, ну, она, вряд ли, наверное, что-то боится, потому что у нее есть миссия, она делает, несмотря ни на что, и есть вот категорический императив Канта, это для тех, кто любит с мозгами поработать, да, делать, что должно, и будь, если у вас есть миссия, что должно, да, вы чувствуете, что это некий долг, перед, опять же, перед планетой, перед социумом, перед Вселенной, Богом, как угодно, можно это назвать, если вы знаете, что должно, то, будь, что будет, да, то есть, вы делаете, просто делайте то, что должно, ну, и обычно, как бывает, что, когда делаешь то, что должно, то и вся Вселенная, таким вот, способствует, подстраивается, да, я думаю, ну, здесь многие транссерферы, да, если вы знаете, что вы находитесь в этом общем потоке, да, то таким образом складываются и обстоятельства, и знакомства приходят, да, и Вселенная вам помогает. И там очень интересно, получается, что вот, когда фантик помог колючке, колючка начала расти, то есть, ну, идет некая обратная связь к фантику, то есть, его намерения реализовались, идет рост вот тех плодов, которые он сделал, и благодаря тому, что он помог, ему пришла так называемая обратка, то есть, вот этот плод, который был волшебный на этой колючке, он помог ему вырасти, а это на самом деле, я сейчас буду рассказывать, это духовный рост, но в данном случае он вырастает, физически превращается в элефанта, да, в огромного слона, и все вот эти вот демоны, все вот эти вот деструкторы, они становятся маленькими для него, и абсолютно смешными, и еще, что очень полезно, почему это и детям важно посмотреть, потому что он показывает модель, как взаимодействовать с этими деструкторами, то есть, нету никакой мести, нету никакого противоставления штушу-кутушу вот этого страшного зверя, никто не убивает, ему просто показывают его место в сообществе, его пристыжают, вы знаете, что такое стык, кто знает, что такое стык? равновесная сила. Стык равновесной силой. Это то, что наступает, когда не послушал совесть. Что-что? То, что наступает, когда не послушал совесть. Да, да, то есть, вот очень-очень правильно Владимир Николаевич говорит, что вначале есть у нас совесть, совесть, она действует упреждающе. Вот мы чувствуем, что наш какой-то будущий поступок, он как-то не будет соответствовать этике, не будет соответствовать мирозданию, и наш совесть, совесть подсказывает, дает какие-то сигналы. Но если мы выступили не по совести, то есть каким-то образом что-то сделали, то потом нас гложет не совесть, а стыд. И вот очень важно разделять эти понятия. Стыд — это уже постфактум. Так вот, в чем суть взаимодействия с этими чертями и чему учит мультик — это взаимодействовать правильным образом. То есть никто не наказал штуку душу, никто его не выгнал даже. Ему просто показали, его пристыдили. Ему показали, что он действует по совести, включая себя в сообщество. И что с ним, максимум, что сделали — это над ним посмеялись, просто потому что он уже перестал быть страшным. А страх, вы знаете, уходит, как только появляется знание. То есть все вот эти вот звери, все население, по сути, когда получают знания, это очень сильно соотносится с нашим обществом. Мы как только приобретаем знания, мы становимся сильнее любых вот этих страшных демонов, которые присутствуют у нас в обществе. И мы приобретаем над ними власть. Они матовые. Если ты приобретаешь власть над чем-то, над какими-то процессами, то тебе нет смысла это уничтожать. Потому что, опять же, держа в голове вот эту установку, что мы являемся частями единого целого, то нам нет смысла с этим бороться. Просто нужно определить, где это применимо. Где эта штуша-катуша будет полезен, так сказать, да? Именно поэтому вот мы... Витя это очень здорово делает на своих семинарах. Приходите во вторник. В следующий раз Витя же зовет штушу-катушу. И я думаю, что это на самом деле символ. Символ того, чтобы мы пригласили к себе своих вот этих демонов, да? Позвали их, чтобы с ними каким-то образом взаимодействовать, чтобы приобрести знания для того, чтобы... Постыдить их. Постыдить. Да, чтобы поставить их и преодолеть, и найти им функцию. И вот сейчас я хочу рассказать о втором смысловом ряде, так сказать, о второй глубине этого мультфильма, загадочного и фантастического, но очень философского. Второй смысловый ряд — это наше внутреннее развитие. Это то, что мы делаем и штуша-катуша, на самом деле. Ну, если во внешнем проявлении это демоны, это какие-то существа, там, люди, которые... Сущность, деструкции сущности, там, да? То внутри нас существуют вот эти тоже сущности или страхи какие-то, да? То есть то, чего мы боимся. И вот это все, весь мультик, он о нашем развитии. То, как мы растем. Если мы занимаемся тем, что должно, опять же, да? Если мы действуем, исходя из внутренних посылов и помогаем другим людям, несмотря ни на какие страхи, да, то мы развиваемся, да? И вот это развитие, то, что мы делаем, то, что мы помогаем, оно дает нам внутренние плоды, да? Вот то, что какая колючка выдала этот волшебный плод, и мы его съедаем, и тогда мы побеждаем свои страхи. И эти страхи становятся смешными. Я думаю, каждый из вас замечал, что вот раньше, там, в детстве мы, там, боялись темноты, и потом, чуть позже, когда взрослые боялись, там, петь, нас ставили на табуреточку, мы стеснялись, там, и так далее. Кто-то боялся публичных выступлений, ну, и так далее. И постепенно мы понимаем, что эти страхи, они смешные. Почему смешные? Ну, потому что мы преодолеваем мысль, мы вырастаем. И вот в чем символизм еще вот того, что фантик вырос в элефанта большого, да? То есть мы вырастаем над своими страхами. Наши страхи становятся маленькими. И еще в НЛП, вот кто знает, там есть, по-нему, понятие такой субмодальность, да? Когда мы воспринимаем, если свой страх постараться представить в виде какого-то образа, можно его представить в виде шара, можно какого-то пятна, дать ему увидеть его цвет, пощупать, какой он на ощупь, да? Может быть, понюхать и услышать, какие звуки издает этот страх, постараться на него посмотреть со стороны. И если вот этот страх, который у нас там внутри, в голове, ну, это я уже по практику, я НЛП-шну выдаю, кто захочет детально, потом можете со мной пообщаться. Если представить этот страх и начать его пробовать либо уменьшать, либо изменять краски, то этот страх становится, он становится мельчим, его можно сделать смешным, его можно раскрасить в какие-то полосатые, яркие цвета, и он становится не страшным, он становится даже привлекательным. Вопрос, что мы действительно взяли под контроль, посмотрели со стороны на этот страх и стали выше, стали выше, в смысле выросли. И вот на самом деле, штуша-кутуша — это символ всех наших страхов, над которыми мы возвышаемся, делая и достигая чего-то, помогая другим, помогая и развивая те части нашего характера, которые нам помогут преодолеть эти страхи. То есть, занимаясь саморазвитием, занимаясь теми нашими сильными какими-то чертами характера или сильными сторонами, мы на самом деле преодолеваем и другие страхи. И поэтому я что рекомендую? Есть люди, которые попали в состояние депрессии и стресса, для того, чтобы вылезти из этой ямы, есть смысл взять в своей жизни хотя бы одну маленькую область под контроль, под жесткий контроль. У мужчин это обычно бывает свое тело. Если мужчина лежит на диване, у него стресс, он потерял работу, или его уволили, у него депрессия, он начал, что-то начал, даже не буду называть это словами, в общем, B12 начал активно принимать. Что-то с ним происходит, в общем, вы не знаете, что делать. Так вот, задача под каким-то соусом просто хотя бы дать ему возможность возобладать хотя бы над своим телом. Если этот мужчина начнет бегать по утрам, начнет закаливаться, начнет управлять своим телом, это та первая часть, с которой можно начать. Если мужчина, ну, я думаю, что женщина больше в плане, если контроля над телом, то это красота своей. Да, если женщина возьмет свое тело в руки, так сказать, взяет свое тело в руки. И в прямом смысле, да, то есть ощутит именно красоту своего тела, позаботится о своем теле, сходит в пас, а лон, она почувствует настроение, улучшается. У мужчины настроение улучшается, когда он побегает по... там, не знаю, по белому ручу, там, нырнет в прорубь и почувствует свою силу внутреннюю, да, и тогда у него появятся силы еще и заниматься бизнесом, еще заниматься там еще чем-то, там, и так далее. И таким образом он сам себя, как Мюнхгаузен, вытаскивает из дерьма стресса и депрессии, да. Вот, поэтому... Это и есть тоже часть и постепенность, да. Так вот, штуша-кутуша, это как раз вот символ наших страхов и то, как мы их преодолеваем, да. То есть посмотрите этот мультик и вот в этих двух аспектах, вот то, что я рассказал, очень внимательно смотрите и я думаю, что, может быть, не один раз придется посмотреть, для того, чтобы глубоко воспринять вот то, что я сейчас сказал. Вот, ну а сейчас, как обычно, у нас вопросы-ответы, и, что помнит, обратную связь могу кому-то дать, да. И мы будем общаться. Вопрос. Андрей Валерьевич, как вы боретесь со своими страхами? Точно так же, как со штушей-кутушей. Именно такими, да, образом. Со штушей-кутушей, да, я вырастаю. То есть вот действуя и идя навстречу. А есть хотя бы один какой-то страх, который вы можете озвучить? Ну, который вы побороли? Ну, выступление публичное. Сейчас выступаю себе, и мне доставляет огромное удовольствие, я выступал и в мелких аудиториях. Начинали мы с аудитории, вот это, кстати, у нас история такая небольшая, предыстория о рогах. Мы начинали, вот мы со Святом, еще Артем был тогда, но он не входил в рогах, но мы втроем делали лекцию для этого человека. И это было, это был тоже риск, для меня риск и вызов. То есть мы... это страх. И потом сначала был один человек, потом их там три было человека, пять, десять там. Ну, вот максимальная аудитория, которая была, ну, наверное, это человек 250, вот мы с Витей, со Святом на Видолайфе, и уже не было дискомфорта, уже было удовольствие и радость от общения с людьми. То есть уже было ощущение того, что ну, все нормально, все хорошо, как обычно, уже появилось знание. То есть теперь напрочь отсутствует этот страх? Я думаю, еще зависит, моя компетентность, компетентность, она на определенном уровне. То есть я не могу взять на грудь там, да, 120 килограммов, точно так же, я, ну, наверное, больше 250, и будет дискомфортно. Но это вопрос просто... Микрофон можно взять. Риска вызова, конечно, нужно взять микрофон, нужно попробовать тысячу человек, аудиторию, там, две тысячи, ну, и так далее. То есть вопрос развития, нет предела совершенства. Я вас очень хочу предостеречь, благодарю Галечку, что задала вопрос, меня натолкнуло на мысль, чтобы вы не останавливаетесь в развитии. Чтобы не думали, что вот все, теперь я крутой, или крутая, там, я уже теперь все знаю, я сыроед уже 5 лет, и все, мне все уже, все ни почем, да, я теперь уже развит, я лидер, я там, супер-мега предприниматель, я все знаю, там, ну, и так далее, да. То есть всегда есть смысл продолжать развиваться, продолжать свой путь. И вот, ну, есть мастера, которые говорят о том, что вот здесь появляется скромность. Когда вы развиваетесь постоянно, вы сегодня лучше, чем вчера, то вам не с кем себя сравнивать, кроме как с собой. Если ты такой крутой, так что ж не лучше, чем вчера? А если ты лучше, чем вчера, ну, продолжай дальше. То есть, ты все равно можешь быть лучше. Вы знаете, есть вот эта перевернутая восьмерка, это символ бесконечности, мы можем развиваться бесконечно. Мало того, когда мы развиваемся бесконечно, мы ведь можем помогать другим людям, мы можем их подтягивать к себе и таким образом еще больше развиваться. Это следующая ступень. Когда, я знаю, вот ребята пошли уже на лидерский тренинг, есть три стадии лидерства. Первая стадия лидерства, ну, вы знаете уже, что лидерство, я даже не буду давать определение. Три стадии лидерства. Первая стадия это лидер для себя. Это когда вот вы берете на себя ответственность и управляете собой, управляете своим временем. Заморочились тайм-менеджментом, стали там, может быть, мелким предпринимателем или каким-то образом взяли власть над собой хотя бы в свои руки. Это лидерство для себя. Следующая ступень, вторая, это лидерство для других. Это когда вы уже с кем-то делитесь, кому-то уже что-то, может быть, рассказываете. То есть, это у вас уже появляется первый уровень управления, вы начинаете общаться с людьми, даете им свои знания, может быть, у вас появляются в подчинении какие-то люди, подопечные и так далее. Вы им что-то тоже передаете. Это лидерство для других. Ну и высшая стадия, и на самом деле она тоже беспредельна, это лидер для лидеров. Это когда вы уже даете людям для того, чтобы они могли передавать еще другим. И мне понравилась одна из лекций, которую я где-то недавно слышал, что нет смысла выращивать детей, не думая о внуках. Задумайтесь об этом. Есть смысл уже думать, быть лидером для лидеров. Есть смысл уже думать о внуках, чтобы выращивать детей. Наверное, да. Я просто слышал, да. Вот, поэтому всегда думайте о том, как ваши знания, которые вы передаете своим подопечным, как они дойдут до следующего этапа, дойдут до следующего уровня, да. И вот поэтому я максимально стараюсь вам говорить, ну не верьте мне, потому что если вы мне сейчас поверите, вы начнете транслировать эти правила, а кому-то они не сработают. Моя задача вас научить концепциям каким-то, да, там, парадигмам мышления, чтобы вы критично относились, да, перепроверяли в разных источниках, да, сравнивали на практиках этой истинной, чтобы вы глубоко и думчиво, да, по поводу доверия, вот о том, что мы сегодня говорили, да, чтобы вы воспринимали моя компетентность, опять же, на определенном уровне. У меня там 5,5 лет сыроедения, не более, не менее, чтобы вы понимали мою компетенцию, да, то есть я устойчиво, там, взаимодействую с этим миром, там, закаляюсь, занимаюсь спортом, там, да, кожа очистилась, то есть, опять же, я сам себя с собой сравниваю, у меня были постоянно прыщи, там, были, был холецистит, ну, разные, там, еще симптомы, вот, энное количество, да, сейчас этого всего нет, то есть я могу сказать, вот мой уровень компетенции, да, если кто-то ко мне задаст вопрос, там, а что делать, там, с месячными, ну, наверное, вот, девушки мне не будут доверять, да, потому что, ну, мой уровень компетенции, ну, там, ниже плинтуса, ну, наверное, или еще даже, или его просто нет, он в минусе даже, да, я могу что-то наговорить, а вы скажете, не-не-не-не-не, это что-то он не о том, да, и право он не знает, да, и будете правы, на самом деле, поэтому отслеживайте уровень компетенции, и отслеживайте искренность, да, ну, искренность можно проверить, там, можно потрогать меня, как бы, я живой, там, все, как бы, анализы могу сдать, кому надо, ну, то есть, это вопрос компетенции, да? Домой. Да, ну, да, можно, то есть, мы сейчас, кстати, вот, сообществом сдаем анализы, там, на B12, общий анализ крови, там, ну, то есть, это мы решили заморочиться, просто для того, чтобы как-то замерить, замерить эти состояния, да? И вопрос, на самом деле, замера компетенции, поэтому не доверяйте, вот, просто по наивности и по халатности, доверяйте компетенции, доверяйте истренности, а для этого, это тоже очень важно, вы должны быть сами компетентны, сами компетентны в людях, да? И я вам рекомендую заниматься психологией, потому что я считаю, что это основополагающая вещь, как мы взаимодействуем, да? Мы общаемся, знания приходят через людей, и если вы не отслеживаете, человек обманывает вас или не обманывает, вы не можете откалибровать его мимику, там, и так далее, там, ну, можно Алан Пиза читать, но это, на самом деле, примитивно. Вот то, что пишет Алан Пиза, это примитивно, но это начало. С этого можно начинать и потом постепенно переходить к другим техникам, которые говорят о том, что мы очень индивидуальны, и все вот эти вот наши мимики и жесты, они очень индивидуальны, они способны быть подстроены, способны симитировать, там, и так далее. Поэтому Алан Пиза — это старт, но нет предела совершенства, продолжайте развивать знания психологии, общайтесь между собой, пробуйте это, да, и развивайтесь. Вопросы еще? Ну вот, вот ты говоришь, доверие и беспонимание — это либо некомпетентность, либо халатность, да? Некомпетентность — наивность. Наивность и халатность. Наивность и халатность. Да. Хорошо. Но я же не могу быть компетентным во всех сферах. Не могу. Ну вот я, ну как бы, это просто чисто физически невозможно. Я там живу ограниченное количество времени, я не могу быть везде компетентным. Ну вот я лично сам вот пытаюсь в последнем времени не стараться быть компетентным везде, то есть потому что получается урвать, а пытаться как-то вот почувствовать, ну то есть как бы, да или нет. Формулируй вопрос. Вопрос. Формулируй. Я понял, от чего ты. Я хочу, чтобы ты сам сформулировал вопрос. Формулируй вопрос. Да. Считается ли это доверием без понимания, когда человек, вот когда, допустим, ты мне рассказываешь, а я не из-за как бы некомпетентности, не из-за халатности, а просто чувствуешь, что ты говоришь правильно, принимай это. И не трачу лишнее время на как бы на дальнейшее перепространение. Это доверие по наивности, я тебе скажу. Это доверие по наивности. Либо наивность, либо халатность. Другого не дано. Доверие по наивности, либо по халатности. Либо ты компетентность. Но я тебе объясню, если ты сформулировал вопрос иначе, ты начал с того, что ты некомпетентен в этом, да? И продвигающий вопрос звучал бы так. Как сделать так, чтобы определить компетентность человека в той сфере знаний, в которой я сам некомпетентен? Вот это продвигающий вопрос. Я знаю как минимум несколько стратегий, которые позволяют это сделать. есть те люди, которым ты доверяешь. И они компетентны. Ты можешь их попросить оценить компетентность этого человека. Это одна из стратегий. И кто управляет коллективами, управляет бизнесами, мы все это знаем. Я некомпетентен, ну, например, в маркетинге, да? Ну, я знаю, что вот Алечка, она компетентна. Я знаю, почему я знаю? Практика критерийстины. Я смотрю, как развивается студия танцев, да? Я смотрю, как, что она изучает, там, и так далее. Ну, и есть несколько способов, как я определил, что она компетентна. А для одну? Она это может. И я, если мне по маркетингу нужно будет убедиться в компетентности человека, я приглашу вот этого прекрасного профессионала, и она скажет, вот она компетентна, или он на столько-то баллов, и, ну, таким образом можно доверять ей в таких вопросах, в таких вопросах компетентность, она тоже делится там, и так далее. Вот как можно делать. Это одна стратегия. Таких стратегий несколько, поверь. Если ты будешь искать эти стратегии, как разобраться в компетентности. Есть стратегия, то, с чего я начал, это психология. Это когда, задавая человеку вопросы, и, ну, тут стоит действительно самому стать компетентным психологом, задавая вопросы, ты понимаешь, либо человек стыкуется где-то, либо начинает путаться в своих фразах. И тогда ты чувствуешь, ну, как-то тут не то. Уточняющие вопросы, но ты начинаешь чувствовать, что он либо обманывает, либо он не уверен. И на самом деле, самые качественные управленцы, это топ-топ-топ менеджеры, уже какие-то там предприниматели очень высокого полета, это люди, которые, они не разбираются в предметной области, они разбираются в людях. И его задача просто пообщаться с человеком, понять, нет, ты некомпетентный. Но ведь психология дает возможность проверить только честность. Допустим, вот ты честный человек, ты уверен в том, что ты говоришь, ты как бы, ну, все полностью, ты все знаешь, но ты не прав. И как бы, я вот смотрю, как бы, использую все прямые психологии, ну, все, честно, ну, 100%, но как бы, но не правда. Да, бывают такие случаи, это хороший вопрос, в том смысле, что человек бывает уверен в своей компетенции, но он некомпетентный. Так бывает. И для этого существует стратегия номер один, то, что я сказал, то есть нужно объединять. Задача объединять и поверить в несколько стратегий. Я бы сейчас просто тебя не назову, но иначе это будет разжеванный материал, выданный тебе, да? Твоя задача самому взять на себя ответственность и развиваться. Развиваться, если тебя это беспокоит, это очень правильный вопрос. Как найти эту компетентность? Потому что мы находимся в мире, который, ну, на 90% некомпетентен. Мы между собой обмениваемся какими-то знаниями, мнения. Часто это не знания, мнения. И очень важно, чтобы мы конфронтировали вот эти все мнения, да, чтобы откуда ты знаешь, какое, ну, можно задать там энное количество вопросов. Источник информации. Применение на практике. Где ты это видел, да? Статистическая какая-то предопределенность, да? То есть очень много разных. И это вопрос, если ты в гугле там взбёшь, какие критерии истины, да? Их там будет целый список. И ты будешь уже знать, для себя, да? И каждый, если будет это делать, да, гугл очень много сейчас чего знает, да? Вы, наверное, не сомневались, да? Поэтому... Гугл компетентный. Решает. Не всегда. Не всегда. Вы всегда оставляйте критичность. Есть какие-то... Гугл честный, но не компетентный. Да, полный. Это зависит от вопроса, что задаёшь, ты получаешь. Ищешь... Совершенно верно. Очень аккуратно относитесь. Мало того, очень аккуратно стоит относиться к себе. Именно поэтому есть такое понятие, как субъектность и объектность, да? То есть я, если я начну сам себя прокачивать, сам себя с собой разговаривать, да? Вот, ну, если кто-то слышал про саентологию, это, ну, тоже наука саморазвития, есть церковь саентологии, есть свободная зона, там очень всё чётко прописано, как развиваться человеку. Так вот, там есть такие процессы, как называется, аудитинг. Аудитинг – это когда садится консультант в аудитах, да? И садится клиент, клиент, да? Пациент. И они между собой общаются. Идёт обмен. То есть человек, который аудируемый, да? Он рассказывает о своих каких-то переживаниях, там идёт процессинг. Происходит процессинг. Это психологическая практика, очень мощная практика, да? Он рассказывает что-то о себе. И тот человек, он, понимая, как устроен мозг, понимая, как работает технология, способен с ним каким-то образом взаимодействовать. Но если человек сам пытается себя аудировать, это не работает. Это говорит о том, что ты, ну, понятно, что есть там сказочные персонажи, там, Мюнхгаузен, которые сами себя за волосы, там, я специально побрил волосы, чтобы я не тянул себя за волосы. Я шучу. Да. То есть, невозможно себя вытащить за уши, за волосы, невозможно. Мы слишком жаждем комфорта, мы к себе относимся с жалостью. Поэтому, вот даже на тренировках, на каких-то спортивных, ну, если вы тренируетесь сами, то вы вырастите до определенного момента. Выше вы уже не сможете вырасти. Вас нужно гонять. Вас нужно немножко напрягать, чтобы тренер сказал, ты сейчас махлюешь. Вот ты сейчас давай, давай еще, давай, давай. Да, то есть, он знает, он знает, твой уровень предыдущий, и он там на подход больше, на несколько повторений больше. Он делает через напряжение. То есть, риск и вызов появляются, когда кто-то находится в объективной позиции. Ты сам по отношению к себе ты являешься не субъектом, не объектом. У тебя циклическая ссылка. Ты сам с собой не способен разобраться. Поэтому, очень полезно находить доверенных людей, искренних и бескорыстных, которые захотят с тобой пообщаться, процессинг, это называется, поработать с тобой. И там и психологические темы, и бизнес, коучинг, это коучинг называется, тренер, коучинг. Вот почему. Ищите себе наставников, но обязательно имейте в виду, чтобы эти люди были компетентны. И эту компетентность, как проверить, мы с тобой более-менее так прикоснулись к выяснению. Прикоснулись. И у меня нет задачи выложить материал. Еще вопрос. Андрей Валерьевич, спасибо, во-первых, что вы за такой позитивный отзыв в мою сторону. И второй, у меня такой вопрос. Вы заикнулись о своем сообществе. Могли бы вы, пожалуйста, поподробнее рассказать для тех, кто вообще впервые, для тех, кто не слышал о вашем сообществе. Чем вы вообще занимаетесь, что вы соединяетесь? У сообщества, я могу сказать, не... ну, красивый вопрос, благодарю. Сообщество не ваше, а наше. Сообщество наше. И Аля тоже является членом, очень важным, членом сообщества. каждый из нас здесь вносит свою лепту, мы собираемся здесь, ну, собираемся часто, на самом деле, мы там и ходим и в баню, в общем, есть разные и посиделки есть, и скайп-чат, есть и группы вконтакте, там ни одна присутствует. И здесь, на семинаре, мы это делаем, да. Кроме того, мы начали в последнее время уже формулировать определенные цели для сообщества, да, для того, чтобы не просто там лясы точить, да, и на самом деле формулировать какие-то цели и какие-то делать проекты, да, у нас есть микро-проекты, это какие-то совместные закупки. И вот я хочу поблагодарить Сережу Митюна за то, что он нашел свое время и сейчас взял на себя ответственность, вот как настоящий лидер для реализации масла, серодавленное льняное масло, которое, ну, волшебный нектар, и все тут в сообществе его покупают, у всех слюни текут, когда вспоминают про это прекрасное масло. То есть это тоже микро-проект, который тоже делается в нашем сообществе, это позволяет нам экономить на закупке, это позволяет нам развивать свое здоровье, то есть укреплять свое здоровье. Есть закупки там вот Сережа, другой, Вашенко, он периодически появляется на рынке оптовом Троечино, и если вы знаете закупать побольше, то и цена будет чуть пониже. Вот Сережа тоже взял на себя лидерство, это делает, и мы ему тоже все благодарны, он пишет в скайп-чат, где у нас присутствует примерно 120 человек, и это тоже часть нашего сообщества, вот этот инструмент, это я рассказываю про сообщество. Вот, и Сережа пишет, и все люди таким образом составляют быструю, такую оперативную заявку, и все эти продукты потом каким-то образом либо Сережа разводят, либо люди их забирают у Сергея, или мы их вместе съедаем на очередных посиделках, где мы, кстати, устраиваем вот такие процессинги, мы обсуждаем какие-то темы, которые каждого из нас полнуют, это и психология, это и взаимоотношения мужчин и женщин, это и воспитание детей, понятно, здоровье, и у нас в сообществе есть уже прекрасные специалисты, стоматологи, есть другие врачи, профессионалы, компетентные, причем люди, потому что проверено личным, как бы на личных зубах, видите, есть свидетельства, доказательства. Андрюша компетентен. Я уже знаю, причем, ну как бы я, зная там разных стоматологов, обращаюсь к Николаю, ну естественно, проверял, проверял, как он это делает, естественно, сравнил, то есть пообщался с компетентными людьми, которые подтвердили, что Николай является компетентным человеком. Вот, по поводу сообщества еще. А в социальных сетях есть? В социальных сетях мы есть ВКонтакте и... Ну вообще, несколько групп есть, если говорить о Рогард, это сообщество, Рогард, по-английски R-A-W-G-U-A-R-D. Ро как Сырой, да, Тро, три буквы, и Гард как Страж. Рогард, Рогард это группа ВКонтакте, еще есть группа ВКонтакте, Сыроидна Украина, ну там по-украински написано, но я думаю, не составит трудности найти это сообщество, Там мы делаем анонсы разных мероприятий, которые у нас происходят, а сейчас их будет все больше и больше, потому что мы растем, и у нас уже бывает так, что на выходных бывает там не одна баня, а сразу две бани в разных частях города, да, там бывают не одни покатушки на велосипедах, а бывают уже там две в разных частях, да, там бывают не одни посиделки, одни какие-то узкие посиделки, а есть широкие посиделки, где все приходят огромной толпой, и вот Владимир Николаевич Есть девичники, да, вот Алечка, если... А мальчишники? Мальчишники тоже есть, да, мальчишники мы в бане проводим, кстати, у Виктора, о котором я буду поговорить, за прекрасное пространство, которое Витя представляет, и мы там уже отчасти пробуем и грядки делать, там Витя, он у нас главный по фермокультуре, он живет в своем доме, и я думаю, что он ближе всего к природе, к такому натуральному образу жизни, мы учимся, то есть мы, мы на самом деле, в нашем сообществе мы развиваемся, да, то есть для нас это некая платформа для развития, мы здесь и развиваемся и психологически, развиваемся ментально, духовно развиваемся, да, и поддерживаем друг друга, ну, в плане, там, знаний, там, и вот этого эгрегора, который мы здесь создали, ребята, вот, ну, здесь я знаю, такой осередок транссерфинга там создали, это очень здорово, вот, поэтому, ну, да, если вкратце о сообществе, понятно, что мы ставим цели, эти цели мы оглашаем, цель, на самом деле, это город, город сыроедов, можно это назвать экопоселением, можно назвать это городом, потому что град, это на самом деле огороженное, нечто огороженное, то есть, но, чем мне не нравится именно огорожен, тем, что, на самом деле, мы открытое сообщество, открытое сетевое, да, то есть у нас есть люди, которые к нам присоединяются из других городов, там, и России, матушки, вот, и они к нам приходят, и, я думаю, постепенно они, то есть, уже сейчас существует виртуальный город, мы вот вконтакте, благодаря социальным сетям, благодаря интернету, мы стали сетевым городом, и, и постепенно, я думаю, это первый слайд, вот, я знаю, ребята, если раньше, там, снимали квартиру вдвоем, сейчас уже втроем снимают квартиру. На самом деле идет синергия, да, кто знает, вот, в плане бизнеса, там, еще что-то, есть эффект масштаба, да, то есть, чем больше мы живем в сообществе, тем больше идет вот эти синергетические связи, тем, ну, эффект масштаба, да, что, ну, ничего не скажешь, все, как бы, это и так дешевле, нас, на самом деле, так и лучше, взаимовыручка, наготовить ведро, тазик салата, намного быстрее, чем готовить каждому из нас, тратить на это время, да, сегодня один, завтра другой, то есть, очередность какую-то, это менеджмент, это менеджмент в сообществе, который тоже имеет место быть, и он, на самом деле, становится еще более эффективен, когда мы это делаем сообща. Поэтому сообщество, это всегда, всегда здорово, и это, это нас продвигает. Это, правда, чуть-чуть, я рассказал о сообществе. Кто захочет детали, опять же, обращайтесь вот к Алифтине, она будет рада вам поделиться контактами, напишет контакты всех групп и добавит вас в скайп, если понадобится, да, и так далее. Поэтому задавайте еще вопросы, и будем приступать к мантре. Можно вопрос? Да. А вы говорили, что вы занимаетесь спортом, это как-то влияет на ваше питание или нет? Я бы сказал, что питание влияет на спорт скорее. Ну, давайте так сказать. Это взаимозависимо, да, это взаимозависимо однозначно. Я могу сказать, что вот у нас на сероидене стало больше энергии, и причем это активной энергии. Ну, а есть вы стали меньше? Есть стал меньше, однозначно. Потому что спорт, во время спорта, ну, если вы знаете именно химию, выделяются там гормоны определенные, я не помню, то ли эндокрин, то ли какие-то там еще, гормоны, счастье там и так далее. И эмоциональное состояние улучшается, а мы очень часто, я думаю, процентов 60-70 еды мы едим для того, чтобы каким-то образом компенсировать эмоции. И когда мы занимаемся физической активностью, спортом, и находимся на солнце, активность какая-то происходит, то мы таким образом, любые эмоции, какие у нас, допустим, были негативные, мы компенсируем именно благодаря спорту. Поэтому нам во время спорта, во время спорта вообще же не хочется заниматься, но у меня тренировка длится 1,5-2 часа. После этого я выпиваю фреш, и еще часа 2 не ем. Потому что, ну, в принципе, вот так хватает, все как бы работает, да? Ну, и понятное дело, что это определенная, опять же, спорт – это занятость, это позитивный заряд, да? То есть количество еды меньше, и мало того, предполагая, что мне на 7 утра у меня тренировка, я должен с вечера позаботиться о том, чтобы у меня желудок был пустой всю ночь, чтобы я, во-первых, качественно проснулся, чтобы у меня ничего там не было в животе, что меня сдерживало бы во время моих подач в теннисе, да? Я по корту бегаю, как горный козлик. То есть, ну, это нужна определенная сила и свобода. Я с вами живой, я тут. Да, мы можем это сделать. Поэтому вот так влияет. И это друг на друга влияет. То есть и режим дня, соответственно, тоже устраивается. То есть оно все друг друга потягивает. Именно поэтому у нас есть правило – холод, активность, голод, солнце, да? Потому что это все взаимосвязано. Вам приходится подобрать свое эмоциональное состояние, допустим, пищу, которая нас наполняет какими-то эмоциями? У нас бывает хочется сладкого, кислого, соленого. Ну, это все, конечно, с психологией связано. Ну, поесть в 10 часов. Опять же, желания бывают разные. И на самом деле у меня тоже бывает, я там не йог какой-то. У меня тоже бывает желание вечером поесть пол баночки мёда. Со сладенького там, да? Мы это делаем, мы это периодически делаем. Но на утро я чувствую результат. Из-за того, что поджелудочная как работает. В 5 часов она отключается, начинаются процессы там какие-то у нее очистки, регенерации и так далее. То есть все, что съедено сладкого. И почему говорят фрукты, ну, нежелательно тушить после пяти, потому что это поджелудочная, она напрягается, она не включает свой регенерирующий механизм, да? И мы ее перегружаем. И, соответственно, там налет на языке, там ощущение какого-то заслывшисти, какой-то замутненности сознания. Это все есть. Я осознаю это. Вот что я сделал? Если я это осознаю, это первая часть, осознать это. Вторая часть, это каким-то образом, либо заменить эту практику, да, в 10 часов наедаться, да, чем-то, да? Понять, какие у нее причины, да, и каждую причину ты каким-то образом найти решение. Можно вечером прогуляться, можно вечером пообщаться с прекрасными друзьями, сыроедами для того, чтобы получить заряд позитивных эмоций. Если в течение дня у тебя бизнес, у тебя там движуха какая-то, да, ну, жестя какой-то был, естественно, тебе нужно каким-то образом получить эндорфины и гормоны счастья, там и так далее. То есть, ну, масса способов как-то сделать. Задача первая – это осознать. И дальше постепенно, постоянно, последовательно и позитивно с этим справиться. Может быть, пообщаться с коучем, с наставником, прочитать мантры. Вот мы сейчас будем делать мантры, вы поймете, это тоже позволит нам меньше кушать, да? Просто лечь пораньше, да. Пораньше, да. Самый эффективный способ, который будет подкушать после десяти. Если здесь не захочется. Желательно раздеться в девять часов и спать до трех. Это вот период самый эффективный для отдыхания. Да, физическая психология говорит, что вообще после девяти часов начинается какие-то гуны, просыпается гуны невежества. Если мы не, вот то, что Витя сказал, не легли спать в деле, то невежество нас, значит, захватывает, и мы начинаем хотеть поесть, хотеть там непонятно чем позаниматься, какие-то интоксикации, там, ну, еще какие-то мысли странные появляются. Поэтому если ложиться вот в темное время суток, мозги, пускай они занимаются очисткой себя, да? Отключить мозги, лечь спать, поставить какую-то приятную, спокойную мелодию, и вы сможете погрузиться в сон. Еще два вопроса, максимум, или один, и будем отручивать. Ну, у меня еще вопрос, я хотел немножко поправить. Ты говорил по поведению углов, углова тоже можете почитать, это был хирург, он по трезвости. А то, что больше про средение, ну, не про средение, а про устройство пищеварения и вот про микрофлору, это академик угли, называется теория адекватного питания. Аутолис, аутолис, да. Да, благодарю Владимира Николаевича, он следит за моей речью и является моим тоже наставником в плане корректности передачи информации. Фамилию, уголь, угли. Передачи корректности, потому что я иногда, ну, там, авторов могу путать, еще там, что-то какие-то речи сказать, вот в порыве эмоционального какого-то посыла для вас, а вот Владимир Николаевич, он очень видит. Он мастер ведения беседы в конструктивном... В конструктивном, да, да. Еще один, либо какой-то коммент, либо вопрос, и мы будем в магазине. Если нет, тогда встаем.